Нельзя не вспомнить, например, таких людей, как Руслан Хубиев, Роман Митровский и, как следствие, Камильфо. И новинки, викторины, раздастся халявных комиксов. Вот это вот такой ряд ассоциативный, к вам, которых к ним везет, как бы. Ребята, встречаем! Из-за этого Камильфо, Роман Митровский, Руслан Хубиев! Аплодисменты! Спасибо. Спасибо, спасибо, всем привет. Их намного больше, чем вчера. Чем вчера, да, это удивительно. Ну ладно, давайте. Наверное, нам презентация понадобится. Да, мы пришли, чтобы вновь анонсировать и показать вещи, которые мы показали вчера. И сделать один секретный, невиданный ранее анонс, который будет в самом конце, поэтому ждите. А, да, еще у вас будет викторина с розыгрышем комикса. Мы про него расскажем. Чуть пополню. Да, давайте первый кадр. Слайд, пожалуйста, да. Вот, собственно, Человек-паук снова в черном. Руслан пару слов о комиксе. С радостью, Роман. Спасибо, Роман. Меня зовут Руслан. Всем привет. Снова в черном. Это комикс периода, когда Человек-паук после Гражданской войны, вообще во время Гражданской войны, снял маску. И в итоге открылась общественность. В результате микрофоны начали фонить. В результате он был с некоего трагического события. Он был вынужден сменить свой костюм, снять свой стандартный, красивый, веселый, красно-синий и надеть, вновь надеть свой черный костюм. Это период, когда Дэдпул, что Человек-паук уже дошел до самой низшей точки своего существования и вынужден добиваться того, что он хочет, самыми ужасными и мерзкими, и грязными методами. Вот. Ну, комикс хороший. Да. Специально к фестивалю мы выпустили лимитированную обложку, всего 130 штук. Вот ее вы сможете выиграть в викторине в конце нашего выступления. А пока давайте следующий слайд. Это еще одна новинка, которая сейчас на нашем стенде есть. Это «Стрэндж вне игры». Руслан скажет пару слов о комиксе. С радостью, Роман. И с радостью, меня зовут Руслан. Комикс «Стрэндж», да, как он, Господи, «Доктор вне игры» — это период, когда я выписал Марк Уэйд, замечательный автор, который подарил вам «Сорвиголову», если вы его читали. Новую «Сорвиголову», нового «Сорвиголову». Это период, когда «Стрэндж» перестал быть верховным волшебником в связи с рядом событий. Верховным волшебником стал доктор брат Вуду, доктор Вуду. И это период, когда «Стрэндж» начался, у «Стрэндж» был период без магии, так называемый. То есть, когда он понял, что он все еще человек. Он просто человек. И без магии куда тяжелее быть волшебником, как говорится. И поэтому мы там видим и новых злодеев, по сути, возвращение старых злодеев, и даже нового партнера и компаньона, который недолго продержался. Ну да ладно. Вот. Давайте следующий слайд. Допечатали Сабрину «Жуткие приключения». Это самый популярный вопрос, наверное, который сейчас нам в социальных сетях задают. Благодаря сериалу «Где купить?», «Где достать?» Скоро можно будет купить во всех магазинах, достать тираж. Выехал из типографии и сейчас, вот прямо сейчас, двигается в прилавку магазинов. Сериал посмотрели? Кто-нибудь из вас, поднимите руки, кто смотрел сериал? Один человек. Три, четыре. А кто читал комикс? Этот. Есть такие люди. Один. Один. Один человек. Да, но комикс хороший. Он круче, чем сериал, на много. Если вдруг вы смотрели сериал, то как минимум человек, который занимается, собственно, написанием сценария для комикса, он же занимается еще и сериалами. И по сути, если вдруг вам понравился сериал, то комикс точно не разочарует. Да. Давайте следующий слайд. Еще одна допечаточка, которая к, не знаю, к экранизациям, да, можно отнести. Человек-паук сквозь вселенные скоро стартует в кинотеатрах. И мы сделали очередной тираж комикса Паучьей миры, в котором вы и познакомитесь, собственно, со всеми пауками, которые будут действовать в мультфильме. Да, плюс, если вдруг вы смотрите руку, кто смотрел, кто вдруг смотрел или видел какие-то вывески из мульта про паука 60-х, 70-х, раз-два, вас больше, чем с Сабриной, это хорошо. И поднимите руку, кто смотрел мульт про паука, который отправляется в космос, к месье Барашу из шариков, видимо. Вот, вижу, там желчные, кровавые, остальные люди. Вот, если вдруг... Да, да, ты прекрасен. Так вот, все эти пауки, все эти вселенные, они тоже будут в комиксе, как их заметил, потому что Паук 60-х на верхнем кадре представлен. То есть это солянка всех пауков, из манго, из реклам, из газетных стрипов, кстати. Вот, там и замечательные газетные стрибы про паука, которые выходили по воскресеньям газетах. И если вдруг вы любите пауков, а не обязательно то, какие они были, есть и будут паучи миры. Вот. Да, да, следующий слайд, пожалуйста. Одна из наших любимых франшиз, «Кодячие мертвецы». Здесь вкратце такая сходочка новостей, что третий компендиум проходит последние стадии работы и отправляются в типографию. Очень надеемся, что до Нового года он выйдет. Том-29 должен был сегодня уже появиться в магазинах. А Том-30 мы постараемся тоже сделать до Нового года. Но, скорее всего, он будет в январе. Ну и, по сути, можно сказать, что на русском «Ходячие»… На русском мы догнали, да. Догнали зарубежный ангоинг, зарубежный комикс по датам выхода. И это очень-очень круто, мне кажется. Так что теперь будем долго ждать «Ходячих», не каждый месяц. Следующий слайд, пожалуйста. Это один из анонсов, он был вчера. Это комикс «Бамблби», комикс «Приквел». Фильма скоро выйдет. Кто-нибудь смотрели трейлер к фильму? Вот больше, чем Сабрина. Отлично. Я посмотрел трейлер, это, наверное, первый раз первого фильма про трансформеров, когда стало интересно, что же там произойдет. Потому что после второго фильма, да, там все стало плохо. Вот. И комиксы про трансформеров уже пробовали издавать в России, не очень получилось. Но нам кажется, что вот этот фильм может быть послужен как раз тем толчком, который поможет познакомить нашу аудиторию с таким довольно большим бластом комиксом. Следующий слайд, пожалуйста. Выглядит комикс, соответственно, это как такой лихой шпионский боевик, там название глав отсылают к знаковым фильмам о Джеймсе Бонде, там «Человек с золотым автомобилем», «Скибертрону с любовью», собственно, так называется сам дом. Ну и вот там такой лихой сюжетец про то, как Бамблбе вместе с агентом МИ-6 пытается предотвратить конфликт между СССР и США, которые пытаются разжечь до Симтиконы. Собственно, вот такая штука. И... Да, достаточно весело, смешно, это очень клишировано, то есть это такой клишированный шпионский боевик, и они очень хорошо обсмеивают эти клишем. Вот, и сейчас будет новый анонс. Руслан будет про него рассказывать, он очень хотел. Следующий слайд, пожалуйста. Господа, мы это сделали. Еще один день. OneModay, культовая штука, которая вообще существует. Пауку, культовейшая, которую многие ненавидят, которую многие обожают. Наконец-таки будет издана впервые, насколько мне помнится, на русском языке. Еще один день. Это, по сути, прямое продолжение «Снова в черном». Это момент, когда Пауку нужно решить, что он ценит сильнее, любовь или жизнь тетя. И этот момент является последним последним сюжетом от автора... Можем, следующий слайд, пока мы расскажем. От другого автора, Джей Майкл Строжинский. Мы здесь видим то, какая могла была стать жизнь Питера Паркера, но которой она никогда не станет. Это один из самых трогательных, эмоциональных и, наверное, тяжелых моментов, если вы фанат «Человека-паука», потому что помимо того, что вам грустно, так еще и вы чувствуете зло, потому что все, что было до этого, по сути, кажется, как будто идет впустую. На самом деле нет. И «One Mode Day», наверное, является тот самый пиком эмоциональности, пиком сюжета про «Человека-паука», который, в принципе, вписался в тот период. Так что, да, это конец старого периода и начало совершенно нового дня, совершенно нового периода в жизни «Человека-паука». Да, выйдет он тоже до нового года. В декабре постараемся, как можно раньше его выпустить, и... А дальше, дальше «Поукомск». Возможно. Возможно. А, возможно. Да. Да, давайте Викторину тогда поискликуем. У нас очень много времени на сцене. Четыре вопроса. Да, давайте четыре вопроса. Не будем много, как вчера. Давай я тогда начну, поставлю. Я придумал вопрос раньше, чем ты придумал вопрос. Вот. Как зовут... Это не вопрос, сейчас будет просто так. Как зовут дядю Питера Баркера в хором? Вот, дядя Бен. У одного из архиврагов «Паука» тоже был дядя Бен. И что это за враг? И если вспомните еще кто этот дядя, этот Бен, то... Вот, смотри, у нас есть рука, я не ожидал. Во-первых, очень плохо подслушивать наши разговоры за сценой. Во-вторых, да, это правда. Это Коб Гоблин, у которого дядя был Бен Урих, репортер Дейли, по которому говорили вчера. Вот, ну, молодец. Один ответ есть. Хорошо, у меня попроще. Я уважаю наших зрителей. Вот, хорошо. Что же, видишь, они знают. Ну да, я удивлен. Они были у нас сильны. Так, допустим, назовите мне врага, который появился в нулевые, который появился относительно... Ран, ну что за... Люди в черном, нет? Врага, который появился в нулевые, который относительно новый, но который стал очень важной частью истории «Человека-паука». Который стал первым, и сейчас будет очень сложно, который стал первым врагом на периоде, который писал Джей Майкл Строжински, который был первым врагом, который питался сущностями пауков. Так, первый, да, я вижу. Морлон Морлон, правильно, не Морбиус, как многие думают, а Морлон Да, хорошо, хорошо, так, один-один Так, давай я тогда тоже легкий вопрос задам Сложный Значит, с тебя следующий сложный решающий Блин, окей Вот, давайте Смерть Питера Паркера Сновная вселенная, какой выпуск? Семьсотый Ну, да Один-один-один, хорошо Давайте решающий вопрос между этими тремя ребятами Хорошо Тяжело Я не придумал, но я скажу вот что Давайте так Назовите мне, пожалуйста Назовите мне, пожалуйста То Почему Тор В своей концепции Отличался от остальных персонажей Расскажите мне про основную концепцию Тора Как персонажа изначально Так, давай Тор Да, но нет А, в смысле, да Но концепция немножко другая Расскажите мне, как Тор стал Тором Назовите мне имя Тора Потому что Тор не его имя, казалось Подавай Нет 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 Да Но нет, ошибся с именем Давайте Имя кто-нибудь знает? Назовите правильно Имя Давайте Фамилия Блейк Имя Он был в фильме Типа Это имя было в фильме Том Харди? Да Том Харди Блейк О, он, да Хорошо, ладно Том Харди Веном Отойдем от имени Как тот самый Его звали Дональд Блейк Как он становился Тором? Сначала тростью Она превращалась в молот Он сначала тростью Она превращалась в молот А он превращался в бог У тебя есть уже такой комикс? Тогда 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 Надо выбрать еще один вопрос Для этих двух Ребят А у него тоже есть Ну давай Давай наградим просто Ну да, получается Ты молодец Но комикс не получаешь А ты получаешь Все, спасибо огромное, ребят Что слушали Что участвовали Считайте комиксы Магазинчик комиксов находится Вот там Да И приходите Покупайте, читайте Покупайте серебряного серфера Потому что он классный Я его очень люблю Покупайте Спасибо До свидания Покупайте серфера Покупайте серфера Сёрфера Сёрфера Покупайте Сказали вам Что вам сказали комиксов Покупать серфера Дорогие друзья Ну а мы не расходим Куда мы расходим Так, так, так Всем стоять Несвестно Это пулское преступление косплея Все вернутся на места Каман, хаман Давайте Возвращайтесь Возвращайтесь Сейчас снова тут косплея Вы ради косплея пришли Довольно логично Остаться у сцены Правда? А если вдруг отошел Такой тип Да, и не уходил вовсе Вернуться в сцене Итак, перед тем как мы начнем второй блок На фестивале АВЭкспо Косплей финала Я предлагаю вместе с вами, дорогие друзья Потому что ребята опять же там За кулисьями Услышали просто волшебные слова нашего фестиваля Знаем, да? Их уже А давайте мы узнаем, где они все находятся Ребята, а на каком фестивале находитесь? Скажи, пожалуйста АВЭкспо Уже неплохо Отлично, а еще какой фестиваль? Геймплэнет Слушай, прям молодцы Первая была лучшая И так Ничего сложного Смотрите Делаем так Руками Говорим Сейчас Подожди Сейчас Похожишь раз Говорит слово АВЭкспо На 1 Что? АВЭкспо АВЭкспо Мы просто АВЭкспо А, Ва, Экс, Байк! И еще раз! А, Ва, Экс, Байк! И финальный раз! И! А, Ва, Экс, Байк! Пока ваши ладони не разогреются, Андрей не успокоится. Нет, нет, нет! Он серьезно надеется расширать недодат на тот зал. Если не забыл опять принять успокоительный, да? Немного синдетативов никогда не повышает Андрея. И никогда у него их нет.